Сегодня поговорим о альтернативной энергетике и о том, как на ней заработать. Мы делали обороты в год по миллиону долларов. Очень много солнечных станций посрывало. 20 процентов годовых в валюте. Я понимаю, что я не устанавливаю солнечные батареи, я спасаю матушку планету. Где в мире нет такой ставки по зеленому тарифу. Ну есть разные схемы, я бы так это назвал. Вроде бы казалось одна страна, даже цены разные. Привет всем! Сегодня поговорим о альтернативной энергетике и о том, как на ней заработать. Мы в гостях у компании Ветер, которая специализируется на установке солнечных и ветреных электростанций. Обо всем этом нам расскажет Андрей Ветер, ее владелец. Погнали! Привет! Как пришла идея заниматься альтернативной энергетикой? Да, я в прошлом моряк, штурман дальнего плавания. И работая в море уже 6 лет, будучи вторым помощником капитана, в Европе видел очень много возобновляемых источников энергии. Таким образом и сам загорелся, и принял в тот момент решение оставить карьеру в море и посвятить свою жизнь возобновляемой энергетике. И вот с 2010 года я уже занимаюсь продвижением этого направления. А как вообще выглядел первый месяц? Вот ты сошел с корабля, буду заниматься. Что ты делал первый месяц? Как это все начинал? Как открывал? Ну тут нельзя сказать первый месяц. Здесь это направление до 2014 года вообще никому не нужно было. Первого своего клиента я искал ровно год. В этот период эти установки нужны были только двум типам клиентов. Первый — это фанатики, которым все равно было, сколько оно стоит, и оно им нужно было просто для фона. И второй тип клиентов — это места, где не было возможности подвести внешнюю сеть. То есть острова какие-то, какие-то дачи, где не было просто проводов, и они все ставили в ветрях солнечной батареи для того, чтобы быть энергонезависимыми. И вот уже только с 2014 года, после событий с Крымом, после того, как пришло новое правительство, тогда еще, они приняли законы про зеленый тариф, на основании которых люди получали возможность на этом нормально зарабатывать, то есть делать себе пассивный доход. И вот только уже после 2014 года пошло нормальное движение в этой теме. — А какой у вас сейчас объем? Сколько электростанций ставите? Сколько сотрудников? Сколько денег оборота? Какие цифры? — У нас сразу в одном вопросе три вопроса. Сейчас, ну вот 2018-2019 год, мы делали оборот в год по миллиону долларов. Порядка 100 солнечных станций у нас на сегодняшний день построено для физических лиц под зеленый тариф. У нас есть спаренные системы. Это установка сделана на основе ветрогенератора и солнечных батарейок таких где-то есть с десяток. И есть коммерческие солнечные станции тоже с десяток. Самая большая — это на один мегаватт. Даже мы ее сейчас строим в Белой церкви для обеспечения рыбного хозяйства. — Круто. А как так получилось вот с того момента, как вот начал, и сейчас как получилось так постоянно расти и вырасти до этих объемов? — Вера в само направление. И самое главное, что я понимаю, что я не устанавливаю солнечные батареи. Я спасаю матушку планету. Потому что это такой же живой организм, как и мой, твой. И вот вера в это и не давала возможности сдаться. Всегда можно было пойти в море, зарабатывать спокойно. На сегодняшний день мои одногруппники зарабатывают около 10 тысяч долларов в месяц. По 4 месяца контракты, 4 месяца дома, 4 месяца в море. Работа не пыльная. Всегда была возможность уйти туда. Ну вот вера в то, что я делаю, скорее всего. — То есть, насколько я понимаю, первичная у тебя в бизнесе — это твоя миссия, нежели деньги. То есть, деньги тоже важны, но первичная — это миссия спасать планету. — Я думаю, что да. Я очень много сделал действий, которые были направлены именно на развитие этого направления в Украине. Я очень много создал на сегодняшний день компаний, которые занимаются этим же направлением, нежели был акцентирован на то, чтобы заработать просто на этом деньги. — Давай тогда больше поговорим о заработке денег. Сколько, в принципе, можно заработать на электростанциях? — У нас есть на сегодняшний день два типа клиентов основных. Первый — это физические лица, частный сектор. Это солнечные электростанции, которые мы подключаем под государственную программу «Зеленый тариф». Там максимальная мощность солнечной станции — 30 киловатт. Если эту всю электроэнергию продавать, частично можно для себя, в районе 500 киловатт в месяц использовать, то на такой электростанции можно зарабатывать в районе 6 тысяч долларов в месяц пассивного дохода. Ой, в месяц, в год зарабатывать порядка 6 тысяч долларов. При этом даже палец о палец не бить. Это получается, если сравнивать, допустим, с депозитом, то 20% годовых в валюте. Самое главное — нужно понимать, что здесь клиент не отдает, допустим, тому же банку деньги, непонятно, заберет, не заберет, потому что гарантированный возврат там порядка 200 тысяч гривен, по-моему, 180. А здесь солнечная станция стоит порядка полумиллиона гривен. Даже если куда-то уезжают, можно демонтировать, в другом месте смонтировать это, и дальше оно продолжает работать. Это первое. Второе — тариф заключается привязка к евро. То есть, допустим, те клиенты, которые подключат себе солнечную станцию в 2020 году, у них тариф будет 16 евроцентов аж до 2030 года. Это гарантирует энергорынок Украины, заключается договор, и человек понимает 100%, что там за 5 лет он окупит эту станцию, и еще за 5 лет она ему заработает еще на такую же. При этом всем он уже дальше не платит облэнерго за потребление. Чем хорошо в сегодняшнее время, что можно стать, как минимум, хотя бы в энергетическом плане, независимым. И второй тип клиентов — это юрлица. То есть, допустим, вот как я уже говорил, рыбное хозяйство. Они себе установили солнечную электростанцию, и 70% электроэнергии используют с помощью солнечных батарей. У них тариф на сегодняшний день 3 гривны 50 копеек они покупают у государства. И вот эти 70% они экономят, этим самым же зарабатывают. Там окупаемость еще быстрее, там 4-5 лет. Учитывая то, что тариф дальше будет расти, а он будет расти. То есть, такие солнечные станции будут окупаться еще быстрее. Реально там 3 года. Вот это на сегодняшний день самый выгодный инвестиционный вклад для юридических лиц. Это наш основной сегодня клиент. А по поводу физлиц. Вот сколько стоит такая станция? Я хочу дома установить такую станцию, которая на 30 кВт. И сколько для юрлиц? Ну, для физлиц есть ограничения. Мощность станции 30 кВт. Сумма варьируется в зависимости от бренда по оборудованию, от сложности монтажа. В среднем где-то в районе 20 тысяч долларов 30-киловаттная станция под ключ стоит. Под ключ это имеется в виду оборудование, проект, монтаж, юридически оформить документы. То есть, с облэнерго мы работаем, с госструктурами, если нужно. А для юридических лиц там ограничения нет. Там нужно исходить из потребностей. Кому-то нужно компенсировать 1000 кВт. часов электроэнергии в месяц, а кому-то 100 тысяч кВт. часов. Ну, и также для юридических лиц еще есть одно ограничение. Это место, куда их устанавливают эти солнечные батареи. А насколько я понял, у вас есть клиенты, у вас еще есть партнеры. Да. А как вы работаете с партнерами? Что это вообще такое? Да, мы сейчас вот с начала 2020 года приняли решение масштабировать свой бизнес с помощью поиска партнеров в других регионах. Партнер – это человек, который… их есть два типа партнеров. Первый тип партнеров – это люди, которые на сегодняшний день могут где-то работать на наемной работе, либо же заниматься каким-то бизнесом, либо вообще быть безработными. Но у них есть какой-то круг общения. То есть, грубо говоря, он знает, что брат хочет себе установить солнечную электростанцию. Он нас рекомендует, делится с нами контактом брата. Мы с братом заключаем договор, делаем ему солнечную станцию, и он за это получает свои проценты. Там вот если с 30-киловаттной солнечной станции, он получает порядка 600 долларов за то, что поделился просто с нами контактом. При этом все мы еще и обучаем наших партнеров. Для чего это делать? Для того, чтобы они точно знали, о чем общаться с людьми, что им предлагать, чтобы хотя бы на примитивном уровне понимать, что это такое и с чем его едят. И второй тип партнеров — это активные люди, которые не только ждут, пока мы им дадим такого теплого клиента, а и сами как-то ищут. На сегодняшний день есть очень много бесплатных площадок, соцсети, OLX. У меня есть партнер, который сегодня с нами заключил договор, завтра выставил объявление в OLX, и послезавтра продали солнечную станцию на 17 тысяч долларов. Поэтому это реально, и я всем говорю, что грех не пользоваться вот этими бесплатными площадками. Они рабочие. То есть получается продажей занимаетесь вы? Вам просто дают контакты? Или человек сам занимается продажей? Тут два варианта. Первый вариант — это когда человек просто нас рекомендует, тут мы, он нам просто порекомендует, мы дальше там считаем, заключаем договор, монтируем, то есть все полностью делаем. А второй вариант — это когда человек активный, когда он с нами заключил договор о том, что он представляет наше имя в своем регионе, мы его уже более углубленно обучаем, мы ему уже даем очень много материалов, и тогда он имеет право заключать от нашего имени договора с нашими клиентами. И он уже там получает свои проценты в два раза больше. Поскольку интересная инвестиционная история, то есть пассивный доход сейчас найти довольно сложно, тем более гарантированный. Интересно, то есть я думаю, нашей аудитории будет интересно, как выбирать поставщика, кто сделает тебе эти солнечные панели. Если бы выбирал себе, как бы ты выбирал, на что обращал внимание, то есть что самое главное в этом всем? Да, это очень важный момент. Тут самое главное — нужно понимать, что эта установка должна прослужить 25 лет. И я бы очень щепетильно подходил к вопросу выбора даже не оборудования, а компании, которая мне будет предоставлять эти все услуги. Я бы сам не выбирал, там купил оборудование, с другом договорился, чтобы он мне смонтировал, а с братом договорился, чтобы он мне оформил документы. Я бы заключил договор с одной компанией, которая мне бы все это организовала. И самое главное, что вот сейчас крайний ураган показал то, что к этому еще более тщательно нужно будет, потому что очень много солнечных станций посрывало. Нужно смотреть отзывы, то есть у нас, я лично езжу, я как собственник компании езжу каждый раз, когда мы монтируем солнечную станцию, я езжу ее принимать и брать видеоотзыв у клиента. Поэтому мы очень ответственно к этому относимся. Перед нашим интервью я провел мини-опрос в своем инстаграме и понял, что 90% аудитории вообще не слышали о таком понятии, как зеленый тариф. Можешь подробнее рассказать, что это такое, зачем оно нужно и как на нем зарабатывать? Зеленый тариф – это государственная программа, на основании которой каждый гражданин нашей страны имеет законные основания для того, чтобы торговать экологически чистой электроэнергией. Вообще оно предназначено, первоначальная цель его – это компенсировать максимально собственное потребление дома и если что-то лишнее получается, отдавать в сеть и за это получать какие-то проценты. У нас в стране так исторически сложилось, что зеленый тариф, то есть стоимость по зеленому тарифу была максимально высокая. Нигде в мире нет такой ставки по зеленому тарифу. То есть первые, кто себе заключали договора про зеленый тариф, получали в районе 25 евроцентов за 1 кВт выработанной электроэнергией. Такие солнечные станции окупали себя за 2 года. Реально. Поэтому, когда люди поняли, что на этом у нас можно зарабатывать, начали ставить… Вот у нас по статистике 90% солнечных станций установлены максимальной мощности и установлены именно для того, чтобы на этом зарабатывать. Потом на этом ночи начали вообще спекулировать, там в обязательном порядке должен быть дом, физический дом, официально оформлен, все. Но потом начали там просто в полях строить, делать документы. Устанавливается вместо обычного стандартного счетчика другой счетчик, который считает то, что человек потребляет и то, что человек отдает. В Облэнерго есть специальный отдел, называется Оскуя. Он онлайн мониторит выработку этой солнечной станции. То есть сначала электроэнергия идет в дом, компенсирует все, что там нужно, а все, что получается лишнее, уходит во внешнюю сеть. И счетчик это считает. А Облэнерго это все онлайн видит. Онлайн посчитали все, в электронном виде отправили на email расчетку. Человек делает электронную подпись и ему с 1 по 10 число переводят деньги на карточку. Раз мы за этим заговорили, перед нашим интервью много гуглил по этой тематике. И много видел, что люди пишут, что грубо говоря, поставил станцию, всю электроэнергию я продаю, а в дом покупаю, которая идет в сети. То есть не свое. Это возможно? Или насколько я понял из счетчика, это не совсем? Ну, есть разные схемы, я бы так это назвал. Вообще зеленый тариф предназначен для того, чтобы компенсировать собственное потребление. То есть как это происходит? Днем, допустим, есть солнце и дом потребляет. Энергия заходит в дом с солнечных батарей. Ночью человек потребляет с сети. Но в конце месяца считаются киловатты. Не деньги, а киловатты. То есть потребил дом тысячу киловатт, станция отдала 10 тысяч киловатт. Тысячу она компенсирует на дом, за 9 тысяч человек получает свои деньги. Но сейчас там есть схемы, допустим, дом делится на два адреса. На один адрес два ввода облэнерго делаются. На одном вводе счетчик обычный, на другом счетчик двухсторонний, двухзонный. И там, где двухзонный счетчик, там нет собственного потребления, там все, что станция выработала, все ушло. Вот таким образом он там все продал, а здесь все купил. А какой вообще реальный срок окупаемости станции на 30 киловатт домашний? Потому что в интернете кто пишет 2 года, кто пишет 7 и довольно большой разбег. В среднем где-то 5 лет. Все зависит от собственного потребления. То есть чем меньше потребляешь, тем больше продаешь, тем быстрее срок окупаемости. В среднем где-то 5 лет. В среднем. Все зависит от оборудования, которое установил, от того, где его установил, от того, кто устанавливал. Потому что там цена может варьироваться в районе 3-5 тысяч долларов. А по поводу их эффективности. То есть они во всех городах Украины, допустим, одинаково работают? Или где-то лучше, где-то хуже? Сильно зависит от погоды или нет? Ну, конечно, они работают лучше там, где больше солнца. То есть на юге Украины они лучше работают, на севере. На процентов, наверное, 5-7 они будут меньше вырабатывать электроэнергии. Многое зависит от того. Вот у нас, допустим, есть в Николаеве. Мы мониторим две солнечных станции. Две одинаковые, идентичные. Оборудование, углы, все одинаково. Но у одной выработка больше, у одной меньше. Почему? Начали вникать в этот вопрос. Одна выше стоит по горизонту, одна ниже. И все. То есть там солнце просто раньше попадает на нее. И вот у нее уже выработка больше. Поэтому, ну, очень много есть нюансов. На чем, в принципе, зарабатывает ваша компания? Вы берете процент от зеленого тарифа. Вы на установке, на монтаже, на оборудовании. На чем вы зарабатываете? Мы зарабатываем везде по чуть-чуть. Мы зарабатываем немножко на оборудовании, немного на установке, то есть рабочая сила. И на оформлении документов, то есть юридическую часть мы полностью для человека делаем. Потому что люди, когда начинают идти сами в Облэнерго стоять в этих очередях, они потом не рады, что занялись этим вопросом, проклинают все. Поэтому мы делаем вот такое комплексное решение, предлагаем людям, где они дают нам доверенность на представление их интересов во всех структурах. И мы решаем полностью под ключ все их вопросы. Они получают только договор про зеленый тариф и уже там со следующего месяца начинают, рабочую станцию, и со следующего месяца начинают получать свои дивиденды. А как вообще вы продвигаете свои услуги? Какие инструменты используете? Ну, мы перепробовали уже очень много всего. Начинал я все это делать. Мне тренер по боксу, у меня денег не было. Он мне делал, на 4 печатал типа визиток. Я их дома сидел, вырезал и потом носил по городу. Меня же тогда никто не учил ни бизнесу, ни самому направлению возобновляемой энергетики. Я договорился тогда с компанией со Львова о том, что я буду искать клиентов, они будут приезжать монтировать эти солнечные станции и учить меня тем самым. И я буду ездить на их объекты, помогать им монтировать и также обучаться. Вот так я учился. То есть преимущество, да, я сегодня бесплатно, практически бесплатно могу научить всем этим тонкостям и нюансам, что у меня не было в свое время. Я за свои ошибки, кстати, заплатил около 30-50 тысяч долларов. Так начинал, да. А сегодня самое простое это то, что все используют сайты, контекстное SEO-продвижение, всякие новостные площадки типа ЛХ-Пром, Розетка, соцсети очень хорошо работают. А вообще нужно тестировать каждый город по-разному. На выставки мы ездим, аграрные, строительные. Все работает, все работает, но для каждого региона свой подход. Самый каверзный вопрос для всех предпринимателей. Почему стоит обращаться к вам, а не к конкурентам? Ну я точно знаю этот ответ. Я, во-первых, уже изначально об этом всем сказал, что, во-первых, наше отношение к этому, ко всему. Мы ответственно подходим к этой работе. Ну это такое самое простое, да. А вообще в целом мы не строим солнечный снег, мы спасаем планету. А с таким подходом я сделаю все для того, чтобы она работала, для того, чтобы человек был удовлетворен, для того, чтобы наши инвестора были удовлетворены, чтобы наши сотрудники были удовлетворены. Все, кто в этом хоть как-то замешан, они все получают удовлетворение от нашей работы. Это первое. Второе, у нас системный бизнес. У нас нет такого, что я как собственник закрываю все вопросы в компании и продаю, и монтирую, и ищу клиентов, и пошло-поехало. То есть у нас есть отдельные направления, которыми руководят отдельные люди, профессионалы. Мы проходим обучение. То есть если мы уже учим, то мы уже что-то знаем. И мы самые, одни из самых первых в Украине, у нас уже опыта столько, что допустить какую-то самую банальную ошибку, мы ее просто уже не делаем. Так как делают сейчас очень многие. И я же уже говорю, крайний ураган показал это. Посрывало очень много солнечных станций. Когда вот я обращаюсь в компанию, мне дают, наверное, какой-то проект, насколько я понимаю, и я его рассматриваю. Вот если я обращаюсь в компанию, на что не стоит тратить деньги, потому что иногда там закладывают дополнительные вещи, чтобы заработать больше? Ну, тут все зависит от индивидуального технического задания, где будет монтироваться солнечная станция. Допустим, по выбору оборудования компании разные могут предлагать разное вообще, до такой степени разное оборудование и понять, что, как, разница в чем. Нужно садиться, разбираться, потому что рекомендовать могут что угодно, лишь бы заработать. Тут, скорее всего, нужно человеку как минимум хотя бы потратить каких-то пару часов своего времени для того, чтобы разобраться в том, какое оборудование лучше, какое хуже. Но вообще его, в принципе, можно сравнить с автомобилями. То есть цель автомобиля ехать, да, довести до места. Но можно ехать с комфортом, можно ехать еще и отдыхать, а еще и не рулить, а еще и музыку слушать, а еще и в кожаном сидении. Вот так же и с солнечными станциями. Есть то, что вырабатывает электроэнергию, но то, что быстрее выйдет из строя, то, что если выйдет из строя, можно и не отремонтировать. А то, что можно один раз установить и больше к этому не касаться, а можно раз в два года подходить туда и начинать самому что-то делать. А можно каждый два-три раза в год вызывать еще каких-то электриков дополнительных, и чтобы они это все делали. Поэтому я бы рекомендовал, вот я сейчас, вот честно скажу, я не вижу лучшего варианта, нежели даже тот, кто хочет себе установить солнечный. Пускай не у нас, не вопрос, но придите к нам, послушайте эти уроки, потратите там неделю своего времени, но вы сэкономите денег, времени, своих нервов, сил и т.д. и т.п. Ну вот лучше варианта, нежели прийти к нам и задать лично мне вопрос, потому что это обучение провожу лично я. Задайте мне вопрос, я на него отвечу. Можно к вам обратиться, и вы посоветуете, что нужно поставить. Да, есть очень много тонкостей и нюансов, допустим, ну вот самое простое, да, самое простое, то без чего солнечная станция вообще работать не может, преобразователь, там в народе его называют инвертор, преобразователь, неважно. Это то, что солнечную энергию перерабатывает ту энергию, которая нам нужна для потребления. Так вот эти инвертора, они есть, если солнечные панели, там 99% все заезжают с Китая, то инвертора есть китайские, там Израиль, Европа, Америка. Они очень сильно между собой отличаются по внутренней комплектации. Допустим, самый простой китайский инвертор, который дешевле европейского на 500-600 долларов, у него есть там трансформаторы внутри. Так вот, если эти трансформаторы выходят, а они выйдут из строя, там 5-7 лет они выйдут из строя, об этом просто никто не говорит сегодня. Так вот его просто нужно взять и выкинуть, а он стоит там порядка 2,5 тысяч долларов, примерно там от 2 до 3, да, в зависимости от бренда. А есть европейский инвертор, который, во-первых, фирма уже 150 лет на рынке, во-вторых, в Украине есть их представители, сервисные центры, которые заинтересованы в развитии своего бренда, то есть они все это делают. И самое главное, что есть эти, это инвер, я не буду скрывать, это инвертор Фрониус австрийский, да, допустим, в чем его преимущество? В том, что перед тем, как, вот допустим, мы их очень много установили, перед тем, как ехать на объект, мы удаленно через систему мониторинга уже знаем, что с инвертором произошло. То есть мы не едем искать проблему, мы едем ее уже решать, это первое. И второе, у него нет этих трансформаторов, у него есть просто микросхемы. Мы приехали, микросхему поменяли, все, инвертор даже не снимается, чтобы вы понимали, один день простоя солнечной станции 30 кВт, 1000 гривен. Пообщавшись с людьми, когда устанавливаешь СЭС, я узнал, что есть много моментов, которые интересуют вот широкую аудиторию, которые хотят просто инвестировать, поставить дома. Выбор места, где его поставить? Да, изначально вы уже прям как профессионал говорите СЭС. Где лучше ставить? Ну, начнем с того, что самое главное, что при покупке любого чего-либо, это как можно меньше заплатить за это, правильно? То есть самый дешевый способ установки это на крыше, потому что там на крыше дома, там гаража, там ангара какого-то, да? Потому что там используется меньше всего системы крепления. Это первое. Второе, оно там не мешает ничему, то есть установили и забыли за это. Это самый простой и самый недорогой способ. Потом дальше уже идут на земле, можно устанавливать так, чтобы она, допустим, не мешала ее поднимать высоко, эту солнечную станцию. Там люди делают и теплицы, и беседки себе, и что угодно. Все в зависимости от того, каких размеров участок, и ценит, не ценит там клиент свою землю, нужна она, ему не нужна она. Ну, там уже цена варьируется от того, чем выше ее будешь поднимать, тем, соответственно, толще металл, тем больше фундамент нужно делать. Самое лучшее это на крыше. Они предназначены для того, чтобы стоять на крыше. По поводу крыши есть отдельный вопрос. Многие интересуются, имеет ли значение, в какую сторону света направлена крыша, там юг, север? Ну, конечно, имеет значение. Лучше всего, конечно, использовать трекера. Трекер – это такая штука, которая ходит за солнцем. То есть солнце встало, оно смотрит, и оно поворачивается, вот этот трекер, он идет вот так за солнцем на протяжении всего дня. Помимо того, что он идет за солнцем, он еще и меняет угол зима-лета. То есть летом солнце выше, то есть она должна вот так стоять, да, там 50 градусов у нее угол должен быть. Зимой солнце ниже, угол должен быть там градусов 20, сколько там. Да, это самый лучший вариант. А так уже самый простой вариант – то, что нужно использовать. Это крыша, которая смотрит на солнце. Южная сторона крыши должна быть. А там уже, исходя из того, что есть у человека. У многих вопросов, у кого не хватает инвестиций, допустим, построить сразу 30 киловатт, они ставят как-то это частично. То есть есть ли смысл делать так? Конечно, очень многие. Схема очень простая. То есть облэнерго принимает солнечную станцию по мощности инвертора, а не по мощности солнечных батарей. То есть инвертор будет на 30 киловатт, с облэнерго можно заключить договор на 30 киловатт. А солнечных панелей установить минимальное количество, которое по техническим характеристикам нужно для запуска инвертора. Ну, допустим, тот же австрийский Фрониус, он там минимально, или 3, или 5 в технических вопросах, я не силен, он начинает работать. Грубо говоря, у человека будет 30-киловаттная солнечная станция, но панелей будет 5 киловатт. Денежки появились, панелей добавил. Таким образом, постоянно можно доинвестировать в свой основной инвестиционный продукт. То есть, по сути, можно начать не с 20 тысяч, а с 7, допустим. Много вопросов, частично уже говорили об этом, по поводу сложности оформления. Как долго вообще это занимает время, если делать саму, если с вами? Ну, все индивидуально. Там очень много составляющих, на основании которых, можно сказать, будет долго или быстро. Зависит от того, какая у человека на сегодняшний день мощность. То есть, договор про потребление электроэнергии, какой он на сегодняшний день у человека. То есть, тут нужно понимать, что солнечная станция должна быть по мощности не больше, чем ввод облэнерго на потребление. То есть, если солнечная станция 30 кВт, то ввод облэнерго должен быть тоже 30 кВт. Обычно у нас у всех там в районе 50 кВт. То есть, соответственно, нужно увеличивать эту мощность. Писать заявление в облэнерго, получать технические условия, проплачивать эти технические условия. Потом облэнерго выполняет работу согласно этих условий. Потом там счетчик устанавливает. Поэтому это все занимает какое-то время максимально. И еще один момент. Это все зависит от региона. Допустим, в Николаеве тут, скажем так, лояльная облэнерго. Вроде бы казалось, одна страна, даже цены разные. Допустим, здесь за 1 кВт мощности официально нужно заплатить в облэнерго. В районе 1000 кВт это опять же таки все варьируется в зависимости от мощности, город, село. А Харьков там 4000. Но в районе месяца-двух солнечная станция под ключ реализуется, как правило. Вообще на чем фокусируетесь в развитии своей компании? Как видите ее через 5 лет, допустим? Я фокусируюсь больше на стратегических вопросах, куда мы идем. Больше фокусируюсь на команде, обучение персонала, я тоже этим занимаюсь. У нас через год будет большой супермаркет. Ну я его так пока называю, супермаркет возобновляемой энергетики. Это помещение будет 600 квадратов. Если мы сейчас больше фокусируемся на зеленом тарифе и на компенсации собственного потребления, то уже сейчас мы работаем над внедрением новых продуктов, это солнечные коллектора. Мы их и до этого ставили, просто это для нас было не актуально, я бы так сказал. Тепловые, то есть отопление. Грубо говоря, мы будем оказывать услугу, там дом под ключ, да? То есть умный дом. Вот цель такова. Человек со смартфона может увидеть, сколько дом ему заработал, сколько он потребил энергии, отдал, забрал, управление полностью, все. Вот цель такова, и у нас вот такие супермаркеты будут на территории всей Украины в течение пяти лет. А насколько я понимаю, вы занимаетесь не только солнечной энергетикой, еще и ветровая, коллекторы, то есть это тепловая энергия, да? Что из них самое выгодное или нельзя так поделить? Можно, почему нельзя. На сегодняшний день, исходя из законодательства Украины, самое выгодное это солнечные электростанции для себя и на продажу. Это самое выгодное. Ветряки выгодны в тех случаях, когда человеку нужно автономно обеспечить свой объект электроэнергии, потому что зимой солнца очень мало, солнечные батареи не справляются, поэтому мы в таких случаях устанавливаем спаренные системы, там где и ветряк, и солнечные батареи. То есть оно друг друга дополняет, и тогда у человека всегда есть электроэнергия для потребления. Тепловые насосы очень выгодные, и у них есть окупаемость. То есть, допустим, взять газовый котел, электрокотел, он никогда себя не окупает, никогда в жизни. Это просто затраты? Это просто вот так, отдал деньги и забыл. Тепловой насос по сравнению с любым источником нагрева воды себя окупает. Да, он стоит изначально там в два раза дороже, но он себя окупает. Тут нужно разбираться и сходить из ситуации, в которой сегодня находится объект. Актуален на сегодняшний день энергоаудит, окна, сифонит, стены эти тонкие. Тут нужно комплексно подходить, и оно все рабочее на сегодняшний день, но нужен комплексный профессиональный подход. Из разговора я понял, что вы ищете партнеров. В чем заключается партнерство, что они с этого могут получить? У нас как раз такая аудитория, которая может это себе позволить. У нас есть три категории партнеров. Первая категория – это самые основные. Это активные люди, которые не только ждут, что мы им дадим клиентов в их регионе, но и сами его ищут. Они получают возможность официально представлять нашу торговую марку «Ветер» в своем регионе, заключать договора, вести дела на нашего имени. При этом они могут зарабатывать в среднем где-то 3-5 тысяч долларов в месяц. Но здесь нужно работать, этому нужно отдаваться, и это должен быть основной вид деятельности. Этих людей я лично обучаю. У нас здесь есть углубленный курс обучения. Мы их обучаем всем процессам, которые есть в компании. Прайсу, в общем, все на протяжении месяца-двух. Потом только практика. Здесь нужен дар лидерства, дар продаж, желание развиваться именно в этом направлении. Здесь я лично провожу собеседование с этими людьми и утверждаю этих людей, будут ли они нас представлять в своем регионе. Второй тип наших партнеров – это тоже очень активные люди. Это наши клиенты и те клиенты, которые установили у других компаний. То есть в Сарафанной Раде всегда к этим людям приходит брат, сват, сосед, знакомый, друг. Интересуется этим инвестиционным продуктом, заинтересовывается. То есть эти люди очень активные и они очень много продают вот так. Но самое главное, что они не знают, что на этом можно зарабатывать. Основная масса наших конкурентов просто пользуются этим и никак не благодарят своих клиентов за то, что они им дают. Чтобы вы понимали, привести клиента, допустим, на сегодняшний день через интернет на солнечную станцию мощностью 30 кг стоит от 500 до 1000 долларов. И третий тип наших партнеров – это люди, которые уже сегодня где-то работают, но не хотят активно заниматься именно этим направлением, хотят просто дополнительный какой-то доход раз в месяц, раз в два месяца порекомендовать на своему другу, знакомому, неважно кому. Мы заключаем с ними договор и они получают свои проценты. То есть нашим партнером может стать реально каждый. А вот по поводу партнерства, давай чуть детальнее, допустим, про первый вариант. Для того, чтобы я зарабатывал на сколько момент, 3-5 тысяч долларов, я из другого города. Что мне нужно сделать? Мне нужно, что мне нужно инвестировать, то есть мне нужно открывать офис, мне нужно нанимать штат сотрудников, устанавливать батареи, я буду сам или вы? То есть может чуть подробнее? Чтобы быть в категории первых, нужно пройти у нас обучение, чтобы я утвердил человека на эту должность. Для начала он начинает сам. Сам искать клиентов и обрабатывать тех клиентов, которых мы ему будем давать. Обрабатывать в каком плане? То есть личные встречи и общение с клиентами, заключение договоров. Мы в свою очередь поставляем оборудование, монтируем эти солнечные станции. И у нашего партнера есть еще возможность оказывать услуги по оформлению юридической части. Все в зависимости от того, захочет, не захочет. У нас есть свои юристы, которые этими вопросами занимаются. То есть захочет дополнительно зарабатывать, будет заниматься. Не захочет, не будет. Потом дальше, когда мы видим, что там все в порядке, мы формируем под ним команду. Помогаем открывать офис, либо же это будет магазин с выставочным залом. Все в зависимости от того, где он там находится, в каких он условиях, кто он, как он. Готов обсуждать разные варианты сотрудничества. Есть какая-то стратегия у меня, но я готов, я гибкий в этих вопросах. То есть по сути практически нет инвестиций ни в одном из трех типов партнеров? Больших инвестиций нет. Есть время и есть какие-то примитивные деньги, которые нужно сюда влаживать. А о чем вообще мечтаешь? Насколько я понимаю, это зеленая планета или о чем? Глобальная — это стать богатым и знаменитым. Но идя туда, я решаю вопросы в экологическом плане. Человечество до 2050 года полностью перейдет на возобновляемую энергию. Потом дальше будут другие виды. Но именно эти источники — это такой переходной этап. Но для того, чтобы максимально быстро это внедрить, тут нужно работать еще и с миропониманием человека. Это то же самое, как с раздельным мусором. Мы нас приучили все кидать в один контейнер и попробую сейчас отучить. Так же и здесь. То есть я общаюсь, я выступаю перед людьми, я им рассказываю об этом всем. И говорю им не просто о прибыльности. Прибыльность — это классно и это, наверное, основной мотивационный источник для установки таких систем. Но для меня есть намного выше цели и планы. У нас как раз есть аудитория тех людей, которые активно стремятся себя менять. То есть это предприниматели, бизнесмены. Есть ли у тебя к ним вопрос, который тебя интересует, можешь им задать сейчас? Да, меня всегда интересует в первую очередь один вопрос. Это о чем вы мечтаете? Исходя из того, о чем вы мечтаете, я уже дальше понимаю ваш кругозор, масштаб личности. Наверное, это самый главный вопрос, на который бы я хотел услышать ответ от вас. Ну что ж, друзья, пишите ваши мечты в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!